Разлив нефтепродуктов на шестой кустовой площадке Десушевского месторождения полностью ликвидирован. Об этом стало известно в ходе выезда на нефтепромысел межведомственной комиссии. В ее состав вошли сотрудники Росприроднадзора, прокуратуры, Ростехнадзора, а также представители регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПКНАУ. На месторождение побывала и наша съемочная группа. Слово Алине Ваучейской. Эти кадры были сняты 9 июня. Нефтяники ликвидируют последствия разлива черного золота, который произошел днем ранее. Основная версия случившегося – коррозия на одной из труб. Нефть вытекала из отверстия диаметром 2 мм. Порядка 10 тонн разлилось на территории около 200 квадратных метров для очистки. Сначала применяли сыпучий сорбент и специальные салфетки. Чуть позже нефтяники привлекли для ликвидации последствий разлива тяжелую технику. На кустовую площадку Дюсушевского месторождения вертолетом доставили погрузчик. Сейчас емкости с собранными нефтепродуктами и грунтом размещены на кустовой площадке. Утилизируют их только зимой, когда появится временная дорога к центральному пункту сбора нефти предприятия «Полярное сияние». После того, как прибыл погрузчик, был снят верхний плодородный слой, загрязненный. Данный слой был, скажем так, локализован на одном месте. И после этого, соответственно, продолжались работы по дальнейшему сбору за пределами отцепной площадки ручным способом. Весь собранный материал, это жидкая фракция и грунт загрязненный будут утилизированы в соответствующей организации. Для определения содержания нефтепродуктов и выявления причиненного вреда окружающей среде были отобраны пробы почвы и воды. Их исследованием занимаются представители окружного Росприроднадзора. Кроме того, ситуацию на контроле держат в региональной администрации и прокуратуре. По поручению в Рио губернатора Юрия Васильевича Бездудного, всем недропользователям, работающим на территории Ненискоавтономного округа, будет направлено соответствующее обращение, в котором прописаны рекомендации по увеличению частоты авиаоблётов в территории, по проверу и контролю состояния противовария аварийной автоматики и усилению в целом контроля в части производственной безопасности. Контрольная проверка показала, разлив ликвидирован. Сейчас природоохранным структурам предстоит выяснить, нанесён ли экологический вред окружающей среде. Ответственность за порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.